Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Юга и это второй выпуск шпаргалок по миру Блэк Десерт Онлайн. В первом выпуске мы узнали как сэкономить новичку на потах, во втором выпуске ребята я расскажу как поставить производство потов МПФП и ХП на поток, ну что поехали. По ходу изучения мира Блэк Десерт мы доберемся до города Хидель, он находится южнее города Вели и подкопив определенное количество энергии мы должны проследовать к НПЦ, который называется управляющий, чтобы взять у него как минимум одного или максимум двух рабочих в зависимости от количества денежек у вас в кармане. Давайте поговорим с ним и выберем наем работников. Для одного работника требуется 5 энергий и каждый раз, чтобы допустим поменять работника, вам нужно потратить будет 5 энергии. Итак, поехали. У нас специалист гоблин синий, кстати мне дичайший прокол и я его найму. Да, все, специалист гоблин город Хидель. Еще такой момент, к нему, к рабочим мы вернемся и это будет, наверное, третья шпаргалочка, а сейчас все-таки поговорим, что нужно нам с следующими действиями делать. Все наши рабочие, нажав на буковку М, отражаются здесь в списке. И существуют две точки, на которые уже можно поставить с самого раннего старта игры, проложить до них пути торговые и поставить там рабочих. Это первая плантация Моретти и второе это руины фермы. На руинах фермы мы можем добывать азалию, с помощью которой мы можем крафтить поты на МП и ФП. А на ферме Моретти мы будем добывать пшеницу. Соответственно, здесь у нас уже проложен путь и мы выбираем гоблина специалиста, чтобы он у нас собирал ее. Изменяем время на весь срок, применить и начать выполнение задания. Соответственно, пшеница у нас добывается, азалия добывается, все продукты будут складироваться в общем складе в городе Хидели. Итак, уже заготовил заранее ресурсы, чтобы не ждать, когда они рабочие нам принесут. Для баночек, для ХП нам нужна пшеница. И, как уже раньше говорил, любой сорняк подойдет для баночек из настойки целебных трап, но у нас есть азалия. Давайте тогда приступим к крафту и посмотрим, что у нас выйдет. Из первой пшеницы мы заходим в раздел кулинарии и начинаем смешивать пшеницу и воду. Кулинария у меня не так сильно прокачана, поэтому немножко придется подождать. Вот, мы получили сок из лаков. Давайте еще немножко подождем. Тогда у нас будет прок. Соответственно, вот он сок из лаков, который нам восполняет плюс 75 энергии. Пшеница один из самых недорогих и довольно-таки простых ресурсов в добыче. Соответственно, ее количество у вас будет расти в геометрической прогрессии, с учетом того, что ваш рабочий будет постоянно находиться на плантации собирать ее. Изготовив, допустим, сок из лаков, допустим, нам хватит 68 штук. И давайте посмотрим. Он восстанавливает у нас 75 хп. Но есть и другой его вариант, более интересный. Это уже, как я рассказывал, более концентрированный. Это тот же сок из лаков, но восстанавливается он 125 хп. Откат у него, так же, как у бота, 3 секунды. Если брать для сравнения, там самое малое зелье восстанавливает 75, то, по сути, сок из лаков у нас тоже самое малое зелье. Среднее восстанавливает около 200, а вот, если мы посмотреть по перегону... Я сейчас посмотрю, наверное, у нас в складе должно быть... Ну вот, если брать среднее зелье, оно восстанавливает 125. Тут тоже 125. Но, извините, ценник среднего зелья, мама не горюй. Итак, и небольшой лайфхак от меня, который я сам не так недавно узнал. Чтобы нам не заморачиваться с изготовлением и каждый раз не перекравчивать большое количество всей зелье, можно сделать все очень просто. Купить непосредственно сахар у любого владельца таверны и смешать его вместе с соком из лаков. Давайте посмотрим, что случится. За каждый один сахар, соответственно, у нас получается концентрат. То есть, мы перегоняем сразу 30 обычного сока из лаков уже в полноценный концентрированный сок. Все гораздо быстрее и по времени менее затратно. Ну вот, собственно, и все. Здесь, дорогие друзья, эта информация была полезна для вас в освоении азов мира Черной пустыни. И вы поставите большой палец вверх, а также порекомендуйте видео своим друзьям, с которыми вы вместе начнете играть. Также с радостью вас приглашаю на свои стримы. Ссылка на стримы в описании под видео. Они проходят каждый день. Всего доброго. Надеюсь, прогалка эта была вам полезна. И до новых встреч в мире Черной пустыни. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...